Да, там уже есть о чем поговорить. Вот еще видео из Петербурга, видишь еще галерея, это третье видео кусочек, которое идет в эвакуация торгового центра галерея в центре Петербурга. Вот третье видео, но судя по мирно идущим людям, все-таки там не стреляют в Петербурге. Просто эвакуируют вот эту галерею. Ну а в Москве у меня что-то такое предчувствие, что террористов уже в прокусе нет. У тебя какое ощущение? Если там появились силовики, то они появляются всегда только после того, как оттуда уходят непосредственно те, с кем они должны состязаться. Поэтому, конечно же, очень хорошо рассчитанный теракт говорит о том, что прекрасная координация и знание своего следующего шага. Никаких экспромтов. Потому что террористы, конечно же, их не было пять. И, конечно же, там было несколько групп, которые зашли, открыли сразу бой внизу, перестреляв охрану. Потому что, как говорят очевидцы, в двух местах стреляли. Внизу вестибюли, вверху в зале. И мы видели съемку из зала от людей, которые не растерялись и начали как раз снимать. Это удивительная черта людей. Сейчас абсолютно любое событие, даже собственную смерть, фиксирует на видео, что позволяет так или иначе хотя бы увидеть, чем все это закончилось в жизни конкретного человека. Группа очень профессиональная, потому что они на себе несут боезапас. Кроме разгрузки брони и готовых магазинов, мы видим, что у них там еще есть чем дозарядиться. То есть они знали расположение этого здания. Они прекрасно знали, что они будут делать. Несколько групп туда подъехало, зашло. У них координатор снаружи. Он совершенно четко дает им команды, где и сейчас находится какая конкретно служба, где стоят ФСБшники, где полиция шнурует свои ботинки, где стоят потерянные охранники, где находятся всякие там Росгвардии и прочие бесполезные люди. Снаружи есть тот, кто четко совершенно говорит, ребята, теперь на правый фланг, теперь на левый фланг, потому что вот здесь уже, смотри, сейчас будут заходить. Причем очень грамотная работа террористов, к сожалению, потому что в отличие от всех остальных силовиков, которые проспали Норд-От, проспали все остальное, проспали свою страну, эти ребята готовились. Эти ребята четко совершенно знали свой следующий шаг, и они моментально устроили пожар. То есть расстреливая людей, они уже обеспечили себе прикрытие и распространение огня, что к тому же ведет к естественному увеличению жертв, потому что двери закрыты, у людей не было возможности сманеврировать, они либо остаются жертвами под пулями, либо они бегут к закрытым дверям, потому что всегда очень важно с точки зрения любой охраны, чтобы не было безбилетников, чтобы, не дай бог, никто не прошел покурить во время какого-то мероприятия. Поэтому двери закрыты всегда, везде они обязательно крест-накрест заколочены, потому что, не дай бог, самое страшное – это открытая дверь. И у людей вариантов спасения было очень немного. Часть, как мы знаем, у несчастных жертв убежала в подвал, и там их уже открыли МЧСники, пожарники вывели. Часть сейчас в эти секунды погибает на крыше, потому что они поднялись на крышу, там был уже пожар, зал загорелся, часть людей погибала в зале от этого самого огня. И когда сейчас террористы оттуда уже ушли, а они оттуда ушли, и туда на зачистку зашло три группы подряд спецназа, то будет еще больше жертв, потому что теперь спецназ будет стрелять по всему, что шевелится, и погибнут те самые люди, которым посчастливилось не сгореть заживо в огне и не получить пулю террориста в тот момент, когда все началось. Потому что иначе силовики не работают. Силовики, когда заходят на территорию, они не подразумевают деление на свой и чужой, им нужно полную зачистку здания предъявить, в котором никто не шевелится, ничего не происходит, никого нет. Свои это были или чужие, это уже не важно. Там, что называется, Путина, Господь Бог, разберутся и наградят по-любому. Поэтому не повезло даже тем, кто, как им показалось, спаслось. Вот те, кого МЧС обнаружил, да, их вывели, скорая помощь, и нам докладывают о том, что вертолеты прилетели и постоянно кого-то отвозят. Ни одного вертолета на кадрах мы не видим, а прямая трансляция с камер дальних, она как раз говорит о том, что где сила государства, которая должна у нас что-то. Да, вот что мы видим, Серёж, прямо сейчас, вот свежее видео, я хочу всем показать. Давайте включайте. Смотрите, это люди бегут по мосту. Это мост через Москву-реку. Это между Крокусом и противоположным берегом, так называемая Павшинская пойма. Посмотрите, сколько людей бежит через мост, просто спасаясь, бегом из этого Крокуса. Вот противоположный берег с Крокусом, а вот они оттуда бегут через мост на тот берег, где много-много многоэтажек. Это Павшинская пойма. Там же умерено десятки тысяч квартир, и вот туда-туда бегут люди через мост. Вот это прям свежее видео прямо сейчас. То есть это то, как Москва сейчас живет, причем очень приличная часть Москвы. Я вот не устану повторять. Эта война пришла не к беднякам. Эта война пришла не вот туда, на окраину, на улицу Гуриева, где в 99-м году взорвали дома. А это богатая часть России. И поэтому многие из тех, кто погиб, и это будут в ближайшие недели нам показывать, рассказывать, что дочка пошла на концерт, что она очень любит там группу, эту пикник. Ох, такого видео мы увидим в Крокусе неделю. Это будет жесть, да? Но пока мы следим за тем, что происходит. Раздаются взрывы. Ты посмотри-ка, фасад здания Крокус-Сити охвачен... Ё-моё, смотри, какой пожар! Ты посмотри, это фасад Крокус-Сити охвачен огнем. Ты посмотри, как там горит. Это вот прям... Я сейчас это видео несколько раз покажу вверх-вниз, чтобы его было видео, а оно многократно сейчас. Ты посмотри. Слушай, у меня такое ощущение, что эта кровля сейчас грохнется на людей. Я не знаю, кто там остался живой. Ты посмотри. Ты посмотри, как горит. Это уже, мне кажется, невозможно потушить. И поэтому тоже, да, сказки про вертолеты. И никто ни одного вертолета не снижает. Я подозреваю, что вот это вот, так сказать, будет гореть недолго. Я подозреваю, что вот это обрушится на голову. Людям ты посмотри, а? Это просто фантастика. Это просто... Это жесть. Обрушение крыши... Глеб, обрушение крыши было первое зафиксировано еще до начала эфира. Крыша уже начала рушиться. Сейчас просто догорает, потому что это здание большое. Это огромный, очень хороший, очень грамотно сделанный, с большой любовью построенный комплекс. И этот концертный зал, вмещающий в себя огромное количество людей, он выгорит дотла. Этот пожар будет еще очень долго. До утра его будут гасить. Все, кто там, это все люди, у которых единственное, что отсрочена дата смерти. Но, к сожалению, шансов выбраться у них не будет, потому что двери закрыты, огнетушителей нет. И если террористы знают свой следующий шаг, то у всех остальных экспромт, конечно же. И только те, кто первой волной был спасен, когда они смогли убежаться, выбраться, их вывели МЧСовцы, только у них был какой-то минимальный шанс. И, конечно, когда говорят о том, что туда зашел спецназ, это вот в этот костер зашел спецназ на зачистку. Самое главное, что террористов там уже нет, потому что террористы пришли, сделали свое черное дело и ушли. И этот Крокус-Сити, он располагается на полуострове, там два пешеходных моста и МКАД рядом. Поэтому координатор снаружи четко совершенно рассказал в момент, когда нужно было уходить, завершив террористический акт, свою атаку, что силовиков еще нет, потому что никто не перекрыл периметр, и была возможность уйти. Ушли, там два пешеходных, один автомобильный. Поэтому нету там никого из террористов уже. И когда будут предъявляться трупы террористов, когда будут у них найдены в несгораемых специальных для документов коробках украинские паспорта, потому что террористы, как мы знаем, на дело всегда обязательно берут метки для идентификации себя. Не бывает террористов в истории России, которые не притащили с собой барашка, потому что они из Чечни, или Коран, который у них зашит в заднем кармане, или какой-нибудь украинский документ, водительские удостоверения, сберкнижку, потому что иначе террористы в России не ловятся. А террористы уже ушли, террористов уже там нет. И люди, как всегда, остались один на один со стихией с государством и с терроризмом. Со времен Норд-Урста никто ничего не изменил. И вот все абсолютно те, кто были причастны к безопасности в Крокус-Сити, они ведь зачет это получили. И пожарная безопасность – зачет, и охрана – зачет, и медслужба – зачет. А Крокус, он огромный. Там своя даже была служба безопасности, там своя скорая помощь, своя дежурная скорая помощь в Крокусе всегда стояла возле одного из административных зданий. Там была своя пожарная часть. То есть там все инфраструктуры для быстрой реакции были, но мы знаем, что бы ни произошло, рядом никогда не бывает помощи, рядом никогда не бывает силовиков. Все, что происходит с людьми, террорист в первую очередь. Это один на один с подготовленным террористом, знающим, что он будет дальше делать. Причем у террориста, у него есть одна профессиональная особенность. Он никогда никого не щадит. У террориста задача – как можно больше убить. И нет никакого силовика рядом с тобой в зрительном зале ни при каких обстоятельствах. Когда теракт происходит, не важно где, в школе, в концерте, на улице, это всегда горе для конкретного обывателя, оказавшегося здесь в эту секунду. Потому что государство его полностью разоружило, государство его полностью убаюкало, государство его полностью успокоило, государство его полностью приготовило к тому, что мирная жизнь не нарушается ничем и никогда. Он, обыватель, всегда жертва, потому что он не знает, что делать. И если, например, Израиль, живущий в ситуации постоянного ожидания на террористической атаке, знает нужного, что бы то ни стало, обезопасить самых уязвимых. Кого? Детей. Когда мы слышали о последнем теракте в учебном заведении Израиля, террористы напали на школу, на институт, на колледж, на университет. Нету такого. Почему? Потому что это отдельный протокол безопасности. Пока у тебя на улице все ходят люди, обыватели с пистолетами и могут завалить абсолютно любого террориста, и мы знаем, 49% постизраильской статистики обезвреживания террористов это руками обывателей. 49% терактов пресекаются мирными гражданами, потому что они вооружены. Потом приезжает полиция и фиксирует. Но с учебными заведениями нету никаких терактов, потому что ни в одну школу, ни в один детский сад ты просто не подступишься. Именно потому, что заранее понятно, что это уязвимое место, куда террористы нанести болезненный удар, готовятся всегда. Поэтому это невозможно. В России подобного нет. Норд-Ост показал, что любая концертная площадка это прекрасный тир, где можно прийти и пострелять. Сколько десятилетий прошло с момента Норд-Оста? Чему это научило? Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим следующий Норд-Ост. Откуда будут жертвы? Жертвы будут после того, как силовики отчитаются о своей доблестной работе. Террористов не будет ни одного, а мирных погибнет ровно столько. И впредь, поскольку Москва открыта, поскольку абсолютно любое место подходит под теракт, беззащитная Москва будет лакомым, плацдармом для подобных атак. Здесь, конечно, возникает вопрос. Что за люди? Бенефициары. Вы откуда взялись? Когда в прежние разы были террористы, было понятно, что это ФСБ, которому нужно посадить на престол Путина, а вот это чеченцы, и у них есть требования. И они их выдвигают, они их декларируют, они берут заложников, они готовы торговаться, у них есть повод для переговоров, и у них есть определенная политическая подоплека. Теракт не просто так ради убийства, а потому что у него есть цели для того, чтобы одна страна начинала говорить с другой, чтобы одна власть начинала говорить с другой. Сейчас здесь в чем смысл этого теракта? Выгодоприобретатель кто? Во-первых, Путин, которому это дает право закрутить гайки внутри страны, и здесь мы вспоминаем британский сахар, а собственно больше никого и нет, потому что откуда могли бы взяться еще какие-то террористы. И когда американская разведка предупреждает, что 8-9 мая, марта в Москве будут обязательно теракты, именно на концертах, нельзя ходить ни на какие сборища, утечка подобного вида информации в первую очередь может быть из ФСБ, потому что самая безалаберная служба это та, которая должна хранить государственные тайны или создавать государственные тайны. Террористы не переписываются таким протоколом, читаемым американцами, когда есть возможность разгадать, понять и предотвратить, в том числе потому, что у них просто не всегда есть настолько совершенные средства связи. И для теракта у них, у группы людей, эта ФСБ должна собрать оперативников для теракта, она должна приготовить их, она должна их завести с разных точек, а у террористов у них все проще. Они друг друга знают в лицо, поэтому у них протокол общения, это не всегда электронная связь, перехватываемая Америкой или ФСБ. Это личное общение, не перехватываемое никем. И когда американцы говорят о том, что будет теракт, вероятность того, что эта утечка из ФСБ наиболее высока, потому ли что ФСБ готовила, либо потому, что ФСБ тоже знала от своих оперативников, но ничего не сделала, мы не можем утверждать точность, что это был именно заказ, умысел и исполнение ФСБ. Но ФСБ было в курсе, утечка была от них. Именно поэтому Путин так возмутился и заявил, что это шантаж, даже не провокация, это шантаж, то, что вы мне говорите, о неизбежности теракта. И вот теперь мы видим, что американская разведка, которая всегда все знает, она никогда не ошибается. Если американская разведка сказала, что Брежнев умер, и об этом нам доложило в 1982 году радио «Голос Америки», а потом уже ТАСС, то мы совершенно эту же картину видим сейчас, когда американцы сказали, будет теракт. Его перенесли именно потому, что они сказали, в какие даты. Вот это произошло, как и обещали, на концерте, вечером, в выходные, когда? Когда все отдыхают, потому что те же самые силовики, разлили по второй, сказали, ну ладно, сейчас дежурство закончится, и завтра по домам. Наибольший пик беззащитности, это как раз пятница вечера, потому что все силовики обязательно в этот момент разливают по первой, второй, по третий. Ну, это такая традиция. Это говорит еще о том, что эти люди прекрасно совершенно, ментально понимают, с кем имеют дело. И квалификация террористов, которая на голову выше, чем мы сталкивались в предыдущие разы в проявлениях терроризма, говорит о том, что это очень профессиональные люди, заранее подготовившиеся, не только к тому, чтобы напасть, но и к тому, чтобы исчезнуть. Они исчезли. И до утра сейчас нам будут рассказывать о подвигах МЧС, нам будут рассказывать о подвигах спецназа, нам предъявят полицейского участкового, который лично вынес девочку из огня, нам обязательно покажут Александра Матросова, который заткнул с собой амбразуру, нам будет обязательно Зоя Космодемьянская, которая тоже была героическая, и никогда не скажут, во-первых, о том, кто на самом деле был террористом, и никто никогда не скажет о количестве жертв. Количество жертв в России никогда не бывает эквивалентным событию. У нас всю жизнь тайна, мы до сих пор не знаем, сколько у нас во Вторую мировую погибло, мы до сих пор не знаем, сколько у нас на Беломоро-Балтийском канале погибло, мы до сих пор не знаем, сколько у нас погибло сейчас в Украине, и мы, естественно, не узнаем никогда, никогда, никогда мы не узнаем о том, сколько людей погибло в Крокусе. Но мы точно знаем, что Москва открыта. Хотите дронами? Пожалуйста. Хотите из автоматов на концертном зале? Пожалуйста. И всегда будут закрытые двери, и никогда не будет силовика. Субтитры создавал DimaTorzok